Привет, меня зовут Оля Понедельник. Сегодня у нас будет небольшое такое видео, которое вызвано недавним моим разговором с Айшат и вообще некоторыми событиями, которые произошли у нас на Буктьюбе в нашем небольшом сообществе. Сообщество небольшое, но тем не менее событий в нем тоже хватает. Я заметила такую странную, не то чтобы странную, такую тенденцию, так скажем, что люди приходят на Буктьюб, какое-то время снимают видео, у них появляются какие-то их подписчики, можно даже сказать в каком-то смысле фанаты, которым нравится их творчество, и они так поснимают, я не знаю, полгодика, годик, меньше еще, и все удаляют. Это касается на самом деле любых сфер на Ютьюбе, но вот за нами раньше такого грешка не числилось. И почему я хочу конкретно поговорить об этой проблеме у нас в Буктьюбе в сообществе, потому что у нас очень маленькое сообщество. Я имею в виду, что у нас мало зрителей, что, ну, в принципе, в масштабах Ютьюба у нас мало зрителей, что у нас там не такие большие просмотры, что мы не получаем с Ютьюба каких-то денег, на которые можно было бы жить и так далее. Почему у нас это происходит? Почему люди приходят, пробуют себя и понимают, что нет, наверное, это не мое. Проблема эта, если сказать честно, намного глубже, чем вот это вот то, что визуально вы видите, что там три сейчас, насколько я знаю, блогеры в последнее время недавно удалили все свои видео. И эта проблема глубже, потому что буквально каждый из нас, наверное, раз в месяц точно уловит себя на мысли, а нужно ли мне это, а что я буду делать дальше, а что это мне даст. Сегодня мы разговаривали по одному вопросу с Айшат, и она сказала, что у нее был период, когда она не получала достаточный фидбэк от подписчиков. Я спросила, в чем это выражается, потому что, на самом деле, каждому блогеру и каждому человеку нужен, в принципе, разный фидбэк. И она сказала, ну, такие общие вещи, что там ей под каждым видео не описали, насколько ее труд прекрасен, насколько он там дарит какие-то эмоции и все такое. То есть ей нужно было постоянное подтверждение того, что она делает что-то правильно. И я сама, на самом деле, часто забываю подбадривать каких-то молодых блогеров или небольших блогеров, потому что, на самом деле, для них вот это вот ободрение, для них вот это вот высказывание того, что они важны, что они нужны, несмотря на то, что они вот такие вот маленькие, для них это очень важно. И для меня это важно, я думаю, для всех моих коллег и друзей по цеху... друзей по цеху... для всех моих коллег по цеху и друзей, я думаю, это тоже не менее важно. Я, наверное, сейчас скажу такую большую тайну, и я думаю, что Аля меня простит, но вот у нас с ней этот разговор очень часто выскакивает, появляется о том, что она говорит, все, у меня там все плохо, надо все удалять, надо уходить. И даже не из-за какого-то фидбэка, как, например, было в случае у Айша, а просто она не понимает зачем, она не понимает, куда там она дальше пойдет. Что касается меня, когда я задаю себе такой вопрос, стоит ли мне идти дальше, у меня в голове появляется такая картина, что я там работаю, тружусь, не покладая рук, что я постоянно снимаю какие-то новые видео, стараюсь их как-то разнообразить, стараюсь делать на разные темы. Я читаю вообще самую разную литературу, и вот кажется, что столько ты вложил в это силы, ты там купил суперкамеру, ты там настроил себе суперосвещение, ты сделал себе супермакияж, ты подготовил свое супервидео. И в итоге это все как-то так-так-так-так-так-так-так-так, и ты понимаешь, что с тебя вот семь потов сошло, а кто-то сел, за три минуты снял, даже ничего не монтируя, выгрузил, и у него там сразу тысячи и десятки тысяч просмотров, и все в восторге от этого блогера. Я когда начинаю себя сравнивать вот с такими молодыми дарованиями, которые очень легко, очень быстро взлетели, которым не нужно особенно стараться, хотя может быть мне со стороны так кажется, что они не стараются, но которым не нужно особенно каких-то усилий прикладывать, для которых это все так естественно, что они прям сели, и у них сразу крутой результат. Меня на самом деле вот это беспокоит. И если подумать, у каждого блогера свои страхи вот такие. Недавно Настя Букишен тоже удалила все свои видео, это вот самый последний инцидент, и у меня сразу вопрос, почему? Почему бы не оставить просто, чтобы они там висели на канале? Потому что у нее было очень много полезных видео, в частности у нее были видео про фэнтези, ее книги фэнтези, и про эти книги не рассказывал на буктюре вообще никто. Не на зарубежном, не у нас, то есть насколько это было полезное информативное видео, настолько жалко, что она, конечно, все это удалила. Моя позиция такая, я, конечно, не могу ничего никому навязывать или говорить, что должен делать так и не эдак, но если ты уходишь, почему бы не оставить все как есть, потому что многие могут получать вдохновение от этих видео, или там захотят пересмотреть ради какой-то информативности, или просто потому что им нравился этот блогер. Если ты идешь дальше, если у тебя там не сложилось с ютубом вообще, в принципе, то есть ты понял, что это не твое, то почему бы все это не оставить? Просто тебе же это не сложно, правильно? Тебе это ничего не будет стоить, а зрители будут благодарны, если ты там скажешь, вот, извините, у меня там не срослось, я ушел. А когда вот это вот хлопанье дверью, я называю это именно хлопаньем дверью, когда ты подчищаешь за собой все, можно еще для пущей верности удалиться из всех социальных сетей и сказать, вот, все, я тут больше не участвую. Это, не знаю, вот с моей стороны это немножко дурной тон. Хотя, опять же, если человек чувствует, что он с этими видео в интернете не может хорошо себя чувствовать, что он не успокоится, пока он оттуда не исчезнет, я понимаю эту позицию и, на самом деле, спокойно к этому отношусь. Но все же я боюсь, что у нас вот это дальше будет, вот эта зараза, вот эта болезнь, этот вирус, что он будет набирать обороты, и люди, которые будут приходить, они будут понимать, что здесь нечего ловить. Ни в плане большой аудитории, ни в плане денег. У них сразу вопрос, зачем я сюда пришел, что я здесь забыл? Потому что ожидания. Одни люди видят красивую картинку, там, у меня, у еще каких-нибудь, у достаточно крупных буктюберов. Они видят, как, они все это играючи делают, и они начинают думать, вот, я тоже приду, сейчас у меня за 5 минут будет то же самое. И я обычно в такой ситуации напоминаю, что моему каналу уже почти 3 года. И что было 3 года назад, как я ползла к тому, просто ползла, реально, вот, на карачках к тому, что я имею сейчас, кто я есть сейчас, сколько я работала над этим. И вот, возвращаясь к той самой теме моих страхов и волнений, что я столько работаю, но какого-то прям очень, ну, какого-то прям очень сильного результата, большого, я не получаю. Меня это иногда расстраивает, но потом я вспоминаю, зачем я это делаю, зачем я снимаю эти видео, для кого я их снимаю, и, конечно же, я не собираюсь ничего бросать. И если я когда-нибудь уйду, тьфу-тьфу-тьфу, то я думаю, я оставлю все свои видео, чтобы они были прям, как напоминание позора моим потомкам, что я делала, чем я занималась, когда мне было N лет. Это, наверное, еще и некий месседж, обращение к тем, кто только собирается начать свои видео или кто боится начать снимать, потому что я помню, что еще какое-то время назад Маша Жемчужинка, она говорила, Оля, я хочу, но я очень сильно боюсь, потому что сейчас на меня налетят те же тролли. Я очень нежное создание, говорила Маше. Говорю, Маш, пройдет время, и так ты ко всему этому претерпишься, что будет уже вообще не важно, что тебе пишут плохого, потому что настолько будет много хорошего, настолько оно будет перевешивать. Мы ведь все тут умные начитанные люди, у нас же буктюб, у нас интеллектуалы, тут они у нас сливки общества. Кстати, про интеллектуалов я поняла, что рассказывать о сложном просто, это самый большой талант, который может быть у буктюбера, потому что классическая литература, в частности, она бывает очень сложной. И люди, которые рассказывают об этой сложной литературе просто и увлекательно, вот это настоящее сокровище, и я надеюсь, что они даже буктюбы никогда никуда не денутся. Вот такое было мое небольшое послание, наверное, в каком-то плане сумбурное и немножко такое грустное, потому что опять я вытаскиваю все эти наши ютюберские проблемы на поверхность, но я такой человек, что я пока это не обсужу, не перемелю все вот это, со всеми не обговорю, я не успокоюсь. И теперь я спокойно могу дальше делать свои видео и надеюсь, что девочки, которые удалили свои видео, когда-нибудь, может быть, к нам вернутся в качестве блогеров или только в качестве зрителей, как они сами захотят, В любом случае, я хочу, чтобы вам это заставляло удовольствие, вам, девочкам и мальчикам, которые снимают видео и тем, кто смотрит видео, чтобы вам просто это нравилось, тогда мы тоже будем для вас стараться. Ну а на сегодня это все, и я всегда ваша. Пока!